В предыдущей части нашего 100% прохождения мы узнали о ужасном плане Сефирота, реализация которого уничтожит все живое на нашей планете. Мы узнали это в Храме Древних, в том самом месте, где мы сейчас находимся, и здесь начинается 69-я часть 100% прохождения Final Fantasy VII, ребята, я вам всем рад. Мы взяли материю Морф, и давайте попробуем поморфировать тех монстров, которые здесь попадаются нам, а заодно еще раз попробуем войти в проход, который нам недоступен. Я всегда держу в голове этого, ребят, чтобы мы не ушли отсюда, позабыв об этом. Ну, конечно же, вы знаете, что здесь на Виртуозиле Game World такое невозможно. Если что, я вернусь, я все вам покажу, я сделаю прохождение таким, каким оно должно быть, чтобы можно было смело стать, это прохождение на 100%. Так, сколько у нас будет отнимать Морф по 314? Ну вот, придется немножко подождать. Судя по всему, здесь из навыков врагов мы можем выучить только Жабью Песнь, однако она уже есть у нас на двух материях навыков врага, поэтому пытаемся морфировать, но вот это просто было сейчас подло, просто подло, но забавно. Так, ладно. Может быть, поставить какую-то слабую боевую атакующую магию Айрис, чтобы она ей наносила урон. А потом Морф делал Рэд-13. Вообще, Морф будет делать лучше всего Юфи. И потом, когда настанет это время, я вам объясню и покажу, почему. Сейчас это довольно проблематично. У нас есть Земля-1. Вот давайте посмотрим, сколько Земля-1 отнимает. Снова, снова контратака нарушает наши планы, а Земля-1 наносит хороший урон в 600. Вот и будем ее использовать. Нет, проход сюда по-прежнему закрыт, даже после сцены с Сифиротом. Так, ничего не получается, поскольку жабы портят нам всю картину. Давайте будем лупить жаб. Кстати, жабы... Хм... Хороший урон Клауд нанес, будучи жабы. Вот что я вам скажу. Но теперь надо бы еще... Рэд-13 вернуть в нормальное состояние. Как он ужасно ползает. А что ты за своей контратакой? Будь ты не ладен, надо у нее снять. У него снять эту контратаку, потому что так... Ничего не получится. Никогда бы не сказал, что Айрис – жаба. Айрис – это очаровательной, в первую очередь, душевной красоты. Чистая девушка и не подобает ей быть жабой, поэтому... Не будем допускать этого, друзья. А если они только осмелятся это сделать, будем возвращать ее в тот прекрасный образ, к которому мы привыкли. Так, ну что же. Снова попытка, не сняв материю контратаки, заморфировать этого парня. Только я говорил, что нельзя с Айрис так, и он вот... Ах... Не понимает. Ну... Придется свернуть его в трубочку морфом. Да что ж такое, если сейчас будет контратака? Нет, хорошо, что она не сработала. Вот, мы сделали первый морф в истории. Ребят, за это нужно поставить лайв, лайк. В 69-й части прохождения Final Fantasy VII на Виртуозилла Game World состоялся первый морф. Это событие, как-никак. И он превращается в лекарство. Собственно, у него и стащить можно лекарство. Просто такое ходящее лекарство во всех проявлениях. У нас еще на этом экране остается один сундук. Нам нужно будет его взять. Обязательно нужно. Я сейчас еще раз посмотрю, можно мы вот как-то так пройти. Не стоит забывать об этом. Ну вот, проморфировать этого парня будет интересно. Я понятия не имею, сколько у него жизней. Может быть, как-то... Самое сложное в морфировании оставить малое количество жизней, потому что, особенно, когда стоит контратака, и он постоянно берет и атакует... Сейчас уберу ее. Просто сразу уберу. Все старания перечеркивает. Подальше, в общем. Так. Мы можем здесь отдохнуть. Конечно же, отдохнем. Конечно же, сохраним. Давайте на окрестности косма. Давайте. Мы попадаем в комнату с часами. Я хранитель времени. Вы ищите знания древних? Я контролирую время, выбирая ваш путь. Меню. Двигать самому. Окей, вращать. Отмена, продолжить. Так. Тут мы можем двигать стрелки. И нам нужно посетить все. Все комнаты, кроме шестой. Шестая комната, она, друзья, является правильным проходом. Но здесь много чего нам нужно осмотреть. Так, мы проходим на 100%. Итак. Не поддается. Этот проход в храме древних завален. На 11 часах, да? Так, я тут хочу двигать самому. Примечательно, что мы можем сделать так, чтобы нас столкнула секундная стрелка. И тогда мы упадем вниз. Там нас будет ждать босс. Так. Что это за комната? Думаю, нам это не открыть. Вернемся сюда позже. На 12 часах пока тоже делать нечего. Так, это я, конечно, сейчас буду долго так двигать. Давайте. А, можно двигать назад. Отлично. Идем на 1 час. Здесь проход не был завален. В конце нас ждала награда в сундуке. Но награда ли это? В сундуке монстры. Нечего красить у нее было. Это какая-то была нимфа. И все. Это ловушка. Еще одна ловушка древних. Монстры в сундуке. Порождение мимиковские. Так, я хочу, чтобы меня столкнуло. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну что я не успел, ребята? Я не успел. Обидно. Диалоги слишком длинные. Может сейчас успею? Ага. Понял, понял. Давайте еще попытку. Так. Стрелки остались. Не там, где нужно. Поставим их сейчас туда, куда нам нужно. Так. Два прохода в лабиринте у нас было еще не изучено. И сундук в лабиринте, который был в поле нашего зрения. Тоже, конечно же, интересен нам. Так, а сейчас мы идем на два часа. И здесь проход также завален. Продолжим исследовать. И сейчас я постараюсь успеть. Сделать так, чтобы меня секундная стрелка все-таки сбила. Не пренебрегайте этим, когда будете здесь, потому что... Вот. Свалившись сюда, этот воздух меня покалывает от возбуждения. Так. Сначала атака с обеих сторон. И нам противостоят древние драконы. Ну, 700 это довольно большой урон, я вам скажу. У них нечего красть. Тогда будем пробовать сделать из него морф. А пока Ред-13 морфирует. Так. Айрис регенерирует. Так. Так. Южный Крест. Нельзя этого монстра сморфировать. Есть такие монстры, которые погибают, не давая никакого итема. Здесь, в сундуке, лежит бита с гвоздями. Это оружие для Клауда. По атаке самое сильное из тех, что мы можем взять на первом диске, если вы понимаете, как раньше была устроена Final Fantasy 7. Она была размещена на трех дисках, вся игра. Это сейчас в Стиме мы покупаем целиком, а раньше под диском. Вот. Вот где мы выходим. И теперь зайти мы сюда уже не можем снова. Ну, теперь на одну загадку стало меньше. Остается только вот этот сундучок. Я думаю, что к нему мы тоже выйдем со стрелок часов. Поэтому идем снова к часам, ребят. Айрис сейчас получит следующий уровень. Вся череда событий идет своим ходом. правильным ходом мы на него влияем направляя вектор в положительное русло и получаем удовольствие от прохождения Final Fantasy 7. Раз уж мы здесь, то отдохнуть и сохранить это то, что нам нужно. нам нужно на 3 часа, друзья. не совсем то, что я хотел. стрелку. так, пережидаем секундную стрелку, она прошла, теперь можно безопасно перейти на 3 часа. Здесь также не заваленный проход и в конце нас ждет сундук с монстрами. одна ловушка. Так, а у этих ребят, по-моему, можно выучить что-то из навыка врага. что же вы не сказали, что вы здесь будете-то? Давайте попробуем поманипулировать ими. Красть у них нечего, манипулировать нельзя, но, по-моему, друзья, у них может быть что-то изучено от них. Так, я надеюсь, что они нам еще попадутся здесь. так. Ставлю пока навык врага Клауду Получен хранитель. Вот здесь сундук без ловушки. Хранитель это посох. Повышает силу, когда нужно защитить ближних. Ух ты. Это крутой посох для Айрис. Прям очень. В нем спаренных материй много. Потом экипируем ей все как нужно. Так, 4 часа порадовали конечно же. Как 4 часа в Маке. Я когда прихожу в Макдональдс, друзья, я беру либо Биг Мак Меню, либо 4 часа. 4 часа меня радует, как и 4 часа. О, отлично. Мы здесь и мы берем лента. Лента это отличный аксессуар. Просто шикарный. Защищает от всех ненормальных статусов. Ну конечно же известный артефакт мира Final Fantasy для всех финальчиков. 6 часов мы сейчас пропускаем. И на 7. Так. На 7 часах проход открыт. Сундук. В котором раковина. Видимо это для Кейт Сито. Именно. Мы хорошо экипировались оружием в Храме Древних. На 8 часах наверное будет завал. Предполагаю. Нет. Тогда на 9. Наверное должен быть завал. Мега эликсир. Можно еще осматривать вот здесь каждый тоже уголок. В этих комнатах. Но здесь, друзья, ничего нет. Лишь щедрые награды. Которые были здесь оставлены много веков тому назад. Либо сюрпризы в виде монстров. Все. У нас остается один путь. Что ж такое. На 6 часов. Так. Мы снова встречаем здесь этого старичка. И здесь нужно будет за ним побегать. Эй. Здесь заперто. Плохо. Мы должны поймать его. Ты наверное устал? Я хочу домой. Да. Но скоро все закончится. Охранник, который сбежал с ключом, двигается по определенному маршруту. Запомни, в какие проходы он входит и выходит, чтобы определить схему и поймать его на выходе. Ах, да-да. Слева от экрана ты сможешь спрыгнуть на уступ ниже. Вот здесь мы можем прыгнуть. Хочу сначала взять сундук, раз уж мы здесь. Рабочие перчатки. Это для Тиффа. Точно. И для Тиффа здесь нашлось оружие. Получается, он должен быть здесь сейчас. Ну да. Довольно быстро удалось его поймать, друзья. Давайте здесь отдохнем. Сохранимся, конечно же. Так, дверь у нас открылась. Нам нужно двигаться вверх. О, мы попали сюда, в эту комнату с фресками. И Айрис говорит, вот эта комната с фресками. Где ты, Сифирот? Так холодно. Я всегда с тобой. Приди. Великолепно. Великолепно. Бесценное хранилище знаний. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Это вызывает лишь смерть у Сифирота. Можем ли мы уйти? Клауд говорит, кажется, мы заперты. Я должен был увидеть диалог. Я никогда его раньше не видел. Теперь вы видели его тоже. И так, что же мы видим на фреске? Присмотрись. К чему? К тому, что дает знания, а... Я сольюсь с планетой в одно целое. Мать, уже почти пора. Скоро мы станем одним целым. Как ты собираешься стать одним целым с планетой? Все просто. Если планета ранена, она собирает духовную энергию, чтобы залечить рану. Количество собранной энергии зависит от степени повреждения. Но что случится, если повреждение будет угрожать жизни самой планеты? Подумай, сколько энергии будет собрано? Ха-ха-ха! И в центре этой раны буду находиться я. Вся эта безграничная энергия станет моей. Объединившись с энергией планеты, я стану новой формой жизни, новой личностью. Слившись с планетой, я перестану быть тем, кто я есть. Но лишь для того, чтобы стать богом и править каждой живой душой. Повреждения, способные уничтожить планету? Ранить планету? Взгляни на эту фреску. Невероятно разрушительная магия. Метеор. Этого не случится. Очнись. Где ты? Сифирот! Постой, Клауд! Итак. Мы узнали, что Сифирот хочет... Хочет, чтобы метеор... ...ударил в нашу планету, нанеся ей огромную рану. Клауд. Клауду трясло. Клауд, что не так? Похоже, Клауд не мог самой солдат. Ха-ха-ха-ха, черная материя. Ха-ха-ха, вызов метеора. Клауд, держи себя в руках. Клауд. Я. Клауд. Что со мной? У Клауда снова происходит раздвоение личности. Как будто какая-то его часть не хотела слушаться. Я помню. Я помню все, что со мной было. Клауд. Что такое? Что-то не так? Ничего, не беспокойся об этом. Верно, Клауд. Ничего особенного. Сифирот сбежал. Не беспокойся об этом. Я понял, что он сказал. Так, значит, это метеор, верно? Что-то должно упасть с неба? Это должно быть магия, как говорил Сифирот. Невероятно разрушительная магия, метеор. С ее помощью находят дрейфующие малые планеты. И сталкивают их. Наша планета может быть полностью уничтожена. Сифирот. Ха-ха-ха, это не я. Так, и здесь нас встречает босс-дракон. Который мы пробуем обокрасть. У него нет ничего. Тогда призываем к яту. И сражаемся, друзья. Кья-то только полечила его. Это неожиданно. Действительно неожиданно. Значит, и земля будет его лечить. Так, призывы слишком долго. Мы его сейчас физическими атаками заколбасим. Победа приносит нам браслет дракона. И материю. Есть признаки Сифирота. Он исчез. Материю Бахамут. Так, мы получаем еще одну материю призыва. Мощного Эдолона Бахамута. Ставим ее на прокачку. Пока что Реду 13. Давайте посмотрим, что это. Что такое? Здесь что-то написано. Черная материя. Черная материя. Эй. Черная материя. Что мы будем делать? Подрасти. Подожди минуту, я спрошу. Я не понимаю. Что? Правда? Они говорят, что сам храм является черной материей. Что они имели в виду? Так, все это строение, это черная материя? Этот огромный храм, это черная материя? Тогда никто не сможет ее взять. Хм, это довольно сложно. Видите эту модель храма? Внутри нее находится устройство, которое делает ее меньше каждый раз, когда вы решаете головоломку. Когда уменьшается модель, храм тоже уменьшается, пока он не станет достаточно маленьким, чтобы поместиться в руке. Так если мы решим головоломку, черная материя начнет постепенно уменьшаться, и мы сможем ее забрать. Да, но есть одна проблема. Чтобы решать головоломки, надо находиться внутри храма. То есть тот, кто их решит, будет раздавлен храмом. Понимаю. Древние не хотели, чтобы опасная магия так просто покинула храм. Так будет безопасней, если никто не сможет ее взять. То она не достанется и Сифироту? Нет, мы должны придумать способ, как ее заполучить. Потому что у Сифирота есть множество прислушников. Для него ничего не стоит пожертвовать их жизнями, чтобы заполучить черную материю. Здесь небезопасно. Так как нам поступить? В храме была отличная мобильная связь. Мобильный оператор позаботился о том, чтобы антенны были проведены даже в глубине храма. Привет, Клауд, это Кейт Сид. Я подслушал ваш рассказ. Не забывайте обо мне. То, что вы говорили, очень важно. Ты можешь использовать мое искусственное тело для спасения планеты. Мы не можем позволить Сифироту загробастать черную материю, и мы не можем позволить Шинра сделать то же самое. Но, Клауд, это единственное, что ты можешь сделать. Прошу, пожалуйста, поверь мне. Ни за что. Ты такой упрямый, Клауд. Прошу, поверь мне, Клауд. Как я могу? Ты такой упрямый, Клауд. Ну да, это до бесконечности, друзья, так что, думаю, придется. Отлично, предоставьте все мне. Пожалуйста, скорее. Вам надо уходить отсюда. Я буду ждать возле выхода. Прикосновение к этому... К этому... К этой уменьшенной модели фрама провоцировало землетрясение, и лучше бы его не трогать. Так, с этими ребятами мы знакомы. Интересно, сколько нам будет сейчас Экспы за краих? Хотелось бы мне сохраниться сейчас, друзья. Сохранишь нас? Но сохранится для того, чтобы посмотреть еще другие варианты, которые можно там было применить на этой модели храма. Помните? Поэтому сохраняюсь сюда. Так, другие варианты будем смотреть. Но будем делать это уже в следующей части нашего прохождения. Все. Прощание делаю коротким, чтобы скорее начать приветствие в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова